Добрый день всем, кто нас смотрит. Это дискуссионный клуб телевидения Казанского Федерального Университета. Я ведущий заседания этого клуба Юрия Алаев. И сегодня у нас в обсуждении тема, которая без оговорок является глобальной, поэтому я заранее приношу извинения тем, кто нас смотрит. Конечно, мы все аспекты этой темы поднять сегодня никак не сможем за час небольшим нашего времени в эфире. Речь идет о феномене власти. Вот совершенно детский вопрос, вот как так получается, да, вот человек вчера еще никому или почти никому неизвестный или известный вне политической сферы в какой-то момент, в какой-то день становится во главе региона, во главе государства даже, да даже во какого-то консорциума, да, и его слушаются, его точка зрения оказывается решающей, за ним идут, он становится вожаком, если не сказать вождем, лидером, по меньшей мере, если мягко выражаться. Возникает некая сакральность власти, то, что называется сакральностью власти. Но потом проходит время, иногда многие годы, иногда гораздо меньшее время, мы знаем примеры по новейшей истории, и вдруг, вот точно так же, как она внезапно возникла, эта сакральность исчезает, и власть утекает сквозь пальцы, хотя эти пальцы, как сейчас некоторые выражаются, продолжают судорожно держаться за кресло власти. Почему так происходит? Что способствует возникновению этого феномена власти и исчезновению его? Предмет, казалось бы, таким достаточно абстрактным, философским, если угодно, но все мы знаем события последнего времени, буквально последних месяцев, мы знаем то, что происходит, все еще происходит с 20 июля в Хабаровске, шествия и митинги, теперь уже непонятно в защиту фургала или по другим основаниям, свежий кейс, так называемый, в Башкортостане, Хабиров, противостояние вокруг Шихана, вокруг горы Куштау, естественно, кейс Белоруссии, 25 лет безмятежной жизни, оазис СССР, все довольны, у всех есть работа, и вдруг десятки и сотни тысяч людей на улицах Минска и других городов. Что произошло? Почему так? Я представлю наших экспертов и попрошу их ответить на этот и сопутствующие вопросы. Сегодня у нас в студии Сергей Алексеевич Сергеев, доктор наук, профессор кафедры политологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, Евгений Батальевич Султанов, кандидат юридических наук, зав. кафедры конституционного и административного права юридического факультета КФУ, единственного подразделения КФУ, которая сохранила право именоваться факультетом. Все остальные факультеты стали институтами. И, между прочим, совершенно не лишний в контексте нашего сегодняшнего разговора член рабочей группы, федеральной рабочей группы, которая занималась подготовкой предложений в новую конституцию или, если угодно, в новую редакцию конституции. И, наконец, Виктор Владимирович Сидоров, доцент кафедры политологии, также Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, который защищался, я, если не возражаете, напомню, по теме формирования партийных коалиций в парламентских системах. Мы, конечно, не вполне парламентская система, но, может быть, мы обратимся к теме вашей диссертации, если вы не сильно возражаете. Итак, мы, конечно, замахнулись на многое, но я бы еще хотел буквально два слова сказать, прежде чем мы перейдем к обсуждению, я задам вопросы, вернее, попрошу экспертов ответить. Мы должны с вами понимать, уважаемые телезрители, уважаемые смотрители Инстаграма, других стримовых потоков, что вопрос о власти, даже вот об этой, о власти в политическом смысле этого слова, потому что есть еще власть семейных тиранов, есть власть чувств, есть власть в каких-то сообществах по интересам и так далее. На самом деле властей много, но мы говорим об этом, о политической злобе дня. И мы говорим об этом еще и потому, что это ведь вот проекция верхушки и нас, совсем уж упрощая, да, или сводя в какому-то такому вот сиюминутному моменту. Это вопрос электората и кого мы выбираем, и как мы выбираем, что мы, почему мы доверяем одним, почему мы не доверяем другим, как это все происходит. Конечно, еще раз повторю, за полтора часа или там за час с небольшим мы все это не охватим, но тем не менее, я даже не знаю, кто начнет, коллеги. Вопрос первый, вводный, простой. Вот давайте просто по кейсам пройдем. Вот то, что вдруг случилось в Хабаровске, да, арестовали 9-го, если мне память не изменяет, да, июля, губернатора, фургала Сергея, а уже через два дня, 11-го, да, многотысячный митинг. И пошло. Мы с вами разговариваем 9-го сентября, в Хабаровске все еще митингуют, в Хабаровске все еще ходят. Вот для меня, просто как для человека, да, для журналистов, вот это вот, наверное, ну, довольно, очень сильное потрясение. Вот я это иначе как феноменом назвать не могу. Столько времени, столько ведь было надежд, что это сейчас, ну, вляжутся, ну, побузят там, ну, встанут, ну, все прекратится. Нет. Итак, первый вопрос. Почему это случилось? И что двигает людьми по сию пору, по сей день? Там, в Хабаровске, как раньше бы сказали, на одной из глухих окраин Российской империи. Сергей Алексеевич, может, вы начнете, Коля, уж вы у нас в центре, в центре. Давайте я начну. Да. И, ну, я думал, что, так сказать, мы начнем говорить с того, что такое власть, но тогда давайте действительно возьмем сразу быка за рога. Возьмем сразу быка за рога. Вы подержите, если не... Давайте, давайте. И начнем тогда не с того, что такое власть, это, может быть, будет несколько долго и неинтересно, а, может быть, мы к этому вернемся, от того, что такое делегитимация власти. Хорошо. Власть характеризуется еще, так сказать, по-моему, в течение последних 100 лет. Макс Вебер придумал для власти две характеристики. Это легальность и легитимность. Легальностью занимаются юристы. Это законность власти. Легитимность вещь такая, скажем так, более, так сказать, эфемерная, менее уловимая, но именно поэтому, так сказать, легитимность может, так сказать, проявиться, а может улетучиться, как в Хабаровске. Легитимность – это обоснованность действий власти для данной группы, here and now, здесь и сейчас. Как в Борисе Годунове Пушкина, я точно не процитирую, там один боярин спрашивает другого, чем мы сильны, чем сильна власть, что не войском, а мнением, мнением народным. Если я, так сказать, Пушкина, Александр Сергеевич, так сказать, у духа, заранее прошу прощения, если я немножко не так его процитировал, но смысл именно такой. Легитимность или делегитимация определяется общественным мнением. То есть, это мнение о том, данная власть может править, имеет ли она право судить и рядить. Моральное право. Или не имеет. Не только моральное, но и всякое другое. Извините, снятие губернатора – это не моральное действие, так сказать. То есть, любые действия власти, насколько они оправданы в глазах общественного мнения. Чем же может быть вызвана делегитимация? Если говорить очень кратко, я думаю, здесь надо остановиться на двух моментах. Делегитимация, она объясняется либо, так сказать, тем, что общественное мнение считает данные действия несправедливыми, либо, так сказать, власть утрачивает силу. Ну, силу не в таком, не только в таком буквальном смысле, там, ОМОН, армия, дубинки, автозаки и так далее. А силу в плане дееспособности, эффективности, успешности, вот. Ну, к этому, может быть, еще придется вернуться. Но я думаю, что, так сказать, первое слово, первая причина делегитимации, которую я сказал, она имеет прямое отношение к хабаровскому случаю, к хабаровскому кейсу. Люди сочли, так сказать, арест губернатора Фургала несправедливым. При этом, надо сказать, это далеко не первый арест губернатора в России. Был арест Гайзера в Коме, был арест Хорошавина на Сахалине. Там было все абсолютно спокойно. Даже, по-моему, никто из приближенных этих губернаторов не пикнул, что называется. То есть, общественное мнение осталось там к Хорошавину, к Гайзеру и даже к Никите Белых, хотя не совсем, в общем-то равнодушным. А здесь, здесь нет. Видимо, так сказать, все-таки Дальний Восток это немножко особые люди. Вот, то есть, это наш губернатор. Вот, то есть, мы хотим его изберем, хотим его снимем, а федеральный центр, вы тут нас не замайте. Вот смотрите, вы сейчас таким образом говорите о делегитимизации, делегитимации федеральной власти. В глазах жителей Хабаровска. Да, да. То есть, это такая локальное разочарование. Локальное разочарование. Вот конкретным действием, арестом. Да. Евгений Батырич. Ну, вы знаете, я боюсь вступить на это очень зыбкое, скользкое поле политологии, как юрист. Но, попробуй свое только. Да, конечно. Я, может быть, известный мере дилетант. Оно тем и ценное, что оно ваше. Да, дилетантское мнение с точки зрения политологов. Но мне показалось, что вот очень главным здесь, в этих рассуждениях, является понятие эффективность власти. Вот когда те, кто избирал эту власть, видят, что она начала работать эффективно, что начали происходить изменения, которые приветствуются теми, кто избрал, что появились реально ощутимые результаты, и они видят, например, что он начинает бороться реально с коррупцией, реально начинает работать аппарат и так далее. Я, конечно, вздохну, извините за такой сленг, народ. И, соответственно, когда убирают этого, так сказать, перспективного с точки зрения электората, назовем так, лидера, главу региона, безусловно, происходит, так сказать, закономерный вопрос. А почему? Что такое? Стало быть, старая система нужна для федеральной власти, а тот, кто реально, так сказать, стал осуществлять эффективное управление, он, естественно, в их глазах становится сакральной жертвой. Ну, видите, ему же инкриминируют уголовные преступления, он же ведь арестован по обвинению в соучастии, в организации, в убийстве конкурентов в ту пору, когда он был одним из предпринимателей. Он же не уволен с поста губернатора по утрате доверия, да, что президент указ подписал. Если бы это было так, то да, вот я бы стопроцентно согласился с вами обоими, сказал бы, ну да, да. Вот народ сказал, нет, господин президент, нас это устраивает, а вот то, что он у вас доверие потерял, нас не волнует. Мы его выбрали, мы ему доверяем, да, вот была бы такая коллизия. Но здесь власть ведь пошла, ну, я не знаю, кто-то скажет, хитро поступил, кто-то скажет, поступил, если есть доказательства, да, что он участвовал во всем этом. И мы же с вами помним, первые-то лозунги были два в Хабаровске. Верните фургала, подразумевалось, по-видимому, на свой пост. И второй, не менее важно, а в стыке с первым, может быть, даже и объясняющий первый, они требовали открытого суда над фургалом в Хабаровске. Да, покажите нам, чтобы... Вы его обвиняете, покажите, докажите нам, да, что это так. Обоснованность, да. И что это обоснованно, ну, и подразумевается, что если да, доказано, то, наверное, люди согласятся с этим выбором. Вы хотите что-то дополнить? Мне кажется, здесь еще один интересный аспект есть, но он следствие делегитимизации, это мобилизация. Вот все три кейса, которые вы назвали, да, они чем отличаются от всех остальных? Ну, вот Сергей Васильевич начал говорить, что люди выходят, да, и получается вот такая протестная политическая мобилизация. Ну, почему так происходит? Вот нам же на этот вопрос надо ответить. Мне кажется, что что-то не работает, какие-то институты не работают. Во всех трех случаях те институты, которые должны вот все это хозяйство канализировать в мирное русло, и политическая мобилизация должна быть с помощью выборов, да, с помощью участия там в институтах гражданского общества и так далее. И вдруг внезапно, с помощью политических партий, да, и вдруг внезапно вот эта активность, политическая мобилизация, она выходит на улицу. Собственно говоря, она не должна так выходить по-хорошему, да, иначе бы мы не придумывали политические институты в разных партиях, да. Но это по всему миру происходит, да, и вот Black Lives Matter, и желтые жилеты и так далее. То есть по всему миру мы видим, что какие-то политические институты не работают. Ну некоторые уже говорят, что это прямое следствие пандемии коронавируса COVID-19, да, есть ведь и такая точка зрения, что карантины, замкнутость, принудительная или добровольно-принудительная изоляция вызвали некие такие токи психического напряжения, которые в какие-то моменты где-то там трансформируются вот в разрядку политическую, да. Энергия скапливается в результате отчуждения народа, если мы позволим такое выражение очень абстрактное, отчуждения народа от власти. Вот в результате, так сказать, институты узурпируют власть, вот, и то же самое обвинение в узурпации институтов звучит и в США, и, допустим, в Испании несколько раньше, когда было движение отчаявшихся М-15 и от тех же самых желтых жилетов, так сказать, звучало обвинение именно в адрес институтов. То есть вы, каста, вы, так сказать, узурпировали власть, которая принадлежит народу. Ну и, собственно, все популисты же об этом говорят, то есть как мы классифицируем популистов, они противопоставляют себя элите, да, антиэлитные. Ну, Трамп на этом, как бы, и выиграл, собственно говоря, ну, один из, да, элементов, да, что вы тут все, значит, засиделись, да, и тут я сейчас приду, хотя уж, ну, Трамп уж, откровенно говоря, тоже уж элит, просто другая, не политическая, он никогда не занимал политических должностей, да, и за счет этого вот он смог эту волну оседлать. Трамп интересная история, мы все знаем, что он никогда не занимал политических должностей, но гораздо меньше людей знают, что его трижды, трижды проталкивали, уговаривали даже номинироваться на выборах президента США до кампании 16-го года, и он трижды отказывался, говорят, да, ребят, да нет, я вот один дома, там, я снимусь, там, у меня Трамп организейшн, ну, у меня все, ну, у меня есть чем заняться, да, у меня есть чем заняться. Вот все-таки, Сергей Алексеевич, вы вернулись, да, к основе, да, к базовому тезису, к определению, что такое власть, да, ну, так, вскользь, возвращаясь, вот, сборник выси, там, с Кремля Белокаменного, когда-то бывшего Белокаменном, да, к Хабаровску, меня интересует, вот, Евгений Батальевич об этом уже начал говорить, да, я согласен абсолютно, вот, как возник фургал, смотрите, вот вы говорили, да, канализация и так далее, у нас, мы же все знаем, что такое АП, аппарат президента, там есть управление внутренней политики, там есть референтные группы, структуры, они привлекают выдающиеся умы, да, ученых, консультируются, замеры, фокус-группы, открытые опросы, закрытые социальные опросы, ну, то есть, мощнейший аппарат, да, я думаю, как АПСС мог бы сейчас вожди, которые уже не с нами, позавидовать, да, потому что там и по численности, и по ресурсам, которые привлекаются, всякого рода ресурсы, финансовые, организационные, людские, кадровые, и мы видим раз за разом, а в последнее время все чаще, возникающие вот напряжения и точки такого вот на грани слома на региональных выборах, да, начиная с муниципальных, кстати, вот у нас единый день голосования 13 сентября, и, ну, давайте так пока, заканчивая, скажем, да, заканчивая губернаторским, мы вот до эфира с вами упомянули кампании двухлетней там давности, или теперь уже 16-го, уже 4 время летит, да, когда 4 региона Дальнего Востока, опять же, да, и Приморья оказались вне, вот, вот Кремль хотел вот этих, Путин принимал этих людей, которых он считал, что вот они, ну, Сахалин, по-моему, там, Кожемяк сейчас, да, Сахалина перебросили на Владивосток, а в результате оказались избранными другие, это было неожиданно, то есть здесь получается, что вот эта вот вся махина, канализация, управление, кириенковские эти кадры, там, резерв кадров, там, прыгают с моста, ползают под танками, там, все психологически, все эти игры не имеют места, но, тем не менее, имеет место и другое. А здесь мы имеем какого-то, ну, ну, представьте себе, вот на Татарстан, давайте спроецируем, да, вот какой-то парень у нас там, условный, там, Митхат, там, Хабибов, там, металлолом собирает, грузит его, говорит, Биг Якша, большой бизнес, это вот, Файда есть, и такие разные слова, да, фургал такой же был, такой же, в том же 92-м году, 93-м, он с этого и начинал, металл собирал, железяки, которые никому встали, не нужны, заводы встали, переправлял, зарабатывал денежки, боролся с конкурентами, эти ведь уголовные дела возникли, вот, да, что он там, ага, это был его конкурент, он подговорил, там, его убили и так далее, один, потом второй, сейчас уже третьего инкриминируют, да, кто больше, вот именно, потом он получил образование медицинское, где-то работал, там, терапевтом, по-моему, да, в какой-то районной больнице, ну, обычный, обычный, так уж, попросту говоря, мужик, да, нормальный, ну, живет себе, причем договороноспособный, когда он там примкнул в ЛДПР, началась эта, как говорится, возня, там, какие места, там, Владимир Вольфович разруливает, а вы мне дайте место в губернском собрании, а я тогда вот людей сюда не поведу, ну, обычная политическая борьба, даже не борьба, а торг политический, да, и вдруг Фургал так начинает набирать вес в глазах, избирать, он становится узнаваемой фигурой, это еще ни о чем не говорит, мало ли у нас узнаваемых фигур, да, и ему говорят, слушай, ты что-то сильно высунулся ему оттуда, сверху, от Жириновского или от Кремля, он говорит, нет, нет, нет вопросов, давайте, я командный, я командный, он же не стал противиться, когда сказали, вот будет вот этот там, как-то там на Ж фамилия, да, а ты отодвинься, мы тебе за это дадим пост вице-губернатора, и уже вот на флажке выборной кампании что-то щелкает, Фургал отказывается от этой сделки, и говорит, я буду баллотироваться, он баллотируется и выигрывает, вопреки всем торгам, закулисным договоренностям, он становится губернатором. Как такое возможно? Ну, мы же знаем, что такое российский народ, да, но мы же понимаем с вами, что ну можно там накидать там бюллетени, но все равно больше 15% не накидаешь, многолетняя практика подсказывает, да, значит, все-таки реальная масса людей проголосовала за него, что-то она в нем почувствовала, вот возвращаясь к возникновению эффекта сакральности во власти. Политика иногда удивляет, за это мы ее и любим. Что политика иногда? Политика иногда удивляет, за это мы ее и любим иногда. Это как футбол, да? Он внезапно попал по воротам. Как его не любить? Когда Рубин выиграл Барселону, так получилось? Да, 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 да. Мы помним, один гол, да, прекрасно зарядил. Игорь Владимирович, у вас как у правоведа какие соображения на этот счет? Ну вот опять же, я как юрист рассуждаю следующим образом, что те положения Конституции или иных нормативных актов, они не имеют критерий эффективности. То есть, если даже там формулируются какие-то цели, полагания, задачи для того или иного органа и так далее, то, естественно, формы, способы, иные методы реализации подобных целей, они не прописываются в нормативных правых актах. И иной раз вот именно вот это видение, каким образом можно достичь вот этих целей, оно является определяющим, убеждающим. Вот электорат, то есть, тот, кто противостоит, допустим, в этой, так сказать, конкурентной политической борьбе, он не нашел тех аргументов, я считаю, не сумел убедить, что он сумеет достичь этих целей, а фургал сумел, то есть сумел обосновать, каким образом он... Я просто... Можно, конечно, сослаться на протестное, просто вот протестное, что вот против и так далее. Это немножко упрощение. Это упрощение, это очень большое упрощение. Все-таки считать, что электорат у нас вообще, извини, ничего не понимает, ничего... Вот он только... Только бубу против может быть. Да, только на эмоциях. Нет, я думаю, что здесь вполне осознанно. И судя по тому, что вот эти навыки его, и предпринимательские навыки, навыки, так сказать, вот этой политической деятельности, но он нашел, видать, те самые слова, убедительные слова, которые, так сказать, реальность, ну, так называемая харизма, в конце концов, которая... Да, да. Вот это сакральность-то возникает ведь тоже, когда один человек говорит, ему никто не верит, другой человек говорит, ему все верят, так сказать, и, соответственно... Человек, который, ну, был близок, может, и сейчас близок, просто оказались общими знакомыми, Саакашвили, рассказывал о молодом Мишико, говорит, вот он заходил в комнату, там куча этих своенравных, орлов горных, грузинь, да, вот, говорит, Мишико заходил, говорил два слова, все к нему поворачивались. Да? Пацан молодой совсем еще был. То есть есть какая-то вот еще трудноформулируемая что-то вот здесь, есть такое, да? Харизма. Харизма, да, то, что мы привыкли называть харизмой. Сергей Ильич. А вот я бы не стал как-то чересчур сакрализировать Хургала. Хотя мы не знаем, мы не живем в Хабаровской и так далее, но, так сказать, глядя из европейской части России, ну, обычный губернатор, вы же сказали, там, обычный мужик, вот, ну, незаурядный, не просто занимался, так сказать, предпринимательством, был врачом и так далее, но, наверное, все-таки здесь, дело не в этом, а в механизмах протестной мобилизации. Исследователи, которые изучали и разрабатывали теорию популизма, говорили о так называемых цепях или цепочках эквивалентности. Вот похоже, что начинают складываться и сцепляться эти цепочки эквивалентности. Что это такое? Ну, на примере Казани мы можем, так сказать, сказать, как они возникают, но здесь-то они еще не сцепились. Имеется в виду следующее, что есть, уже давно ушел в прошлый, классовый подход, есть множество разных социальных групп с разными интересами. Одни, допустим, не хотят, что не хотят, мусоросжирающий, как иногда его говорят, мусоросжигательный завод. Другие хотят, чтобы, ну, в позитивном плане это сформулируем, другие хотят, чтобы берег Казанки вдоль улицы Гаврилова был особо охраняемый природной территорией. Третье, хотят, чтобы там нормах, в их поселок, так сказать, забытую деревню ходил автобус. Четвертое, чтобы наоборот, чтобы через их большой поселок, где 80 тысяч жителей, не пробивали трассу и так далее. Вот есть разные группы жителей с разными требованиями, они высказывают эти запросы и власть на что-то реагирует. Мы видим, что Медшин, в принципе, на запрос о парке на улице Гаврилова отреагировал, но особенно в условиях кризиса власть, или просто, так сказать, по каким-то другим причинам, власть не может или не хочет на эти все запросы реагировать, пропускает удары, говоря о спортивной терминологии, и вот эти различные требования начинают сцепляться в так называемые цепи эквивалентности, как говорил Эрнест Лакло. А дальше возникает еще такая интересная вещь, так сказать, ну, опять-таки, не в обиду человеку, который сидит сейчас за решеткой, я, может быть, назову его, на первый взгляд, не очень красиво, пустым значением. В теории Лакло есть такое понятие пустое значение, то есть это символ или требование. Мы люди, вот кроме Виктора Владимировича старшего поколения, помним, как толпы скандировали в 90-х годах, и, так сказать, Ельцин, Ельцин, вот, вот, пустое, а громче всех кричал Лужков. Ельцин стал, так сказать, опять-таки, не в обиду покойному Борису Николаевичу, пустым значением, объединяющим различные цепочки эквивалентности. Одним, что там нужно было, чтобы хозяйственное мыло было в магазинах, третьим, вторым была нужна многопартийность, третьим, суверенитет, и так далее, и вот эти цепи эквивалентности сцепились в одном Ельцин, Ельцин. Вот и сейчас Фургал стал таким пустым значением, еще раз говорю, это вот такой, так сказать, научный, в общем-то, термин, теория дискурса, без каких-то негативных коннотаций, который объединяет разные требования жителей Хабаровска, которые, может быть, они еще где-то на уровне подсознания, они, может быть, и не высказаны им, вот, и они, ну что, и вот сходятся кормить голубей. Слушайте, ну да, это очень интересное размышление, интересное, я бы сказал, даже построение, но получается, что, ну как-то, личность ни при чем, просто совпало. Ну, личность при чем, если он смог определенного поста такого добиться, мы же обсуждали, что это, в общем, человек незаурядный, и вот здесь я хотел бы обратить внимание на реплику Евгения Батырича, может быть, недоцененную, незаслуженно пропущенную, скромно сказал, что вот я не буду вторгаться в политологию, хотя вполне политологическое такое замечание насчет того, что человек-то проявил себя достаточно, видимо, эффективно, по крайней мере, в глазах жителей, так сказать, появилась какая-то надежда, и тут хоп, его снимают, несправедливость. Тут ведь, да, я вот как раз хотел об этом сказать, два слова. это не просто пустое значение, конечно. хорошее уточнение, это не просто пустое значение. он себя проявил, чтобы им ставить. То есть, лакло? Лакло прав, но мы правее. Не просто пустое значение, да. Люди, которые сделали на него ставку, в каком-то смысле, это все равно ведь был такой, знаете, вот такой тотализатор. Можем угадать, можем угадать. но человек, сколько он там, два года пробыл, да, в этом качестве, наполовину, популистский жест, многие скажут, да, но он наполовину урезал зарплаты сотрудникам администрации. Они сильно пострадали, что ли? Да нет, 800 тысяч получали, ставили 400. Но жест, да. Он там нашел какие-то деньги для того, чтобы начать строительству нескольких там больничек каких-то в районах, там фельдшерских этих, фапов. Он ответил на... Да, он ответил на конкретные запросы, на то, что нужно было. И люди вдруг увидели, что оказывается, не все центр делает. Нечего кивать, у нас денег нет, вот центр даст, вот там национальный проект. Можно пошуршать, пошевелиться, и что-то будет получаться. Уже совсем не пустое значение. Но я возвращаюсь к вопросу, который адресовал Виктор Владимирович, как же, не только вам, но тем не менее, как же так получается? Огромное количество специально натасканных или специально обученных людей для того, чтобы канализировать процесс, для того, чтобы работали социальные лифты, для того, чтобы готовить кадровую смену. Не учли, не нашли вот этого вот простого решения. Ребят, попробуйте просто быть поближе к тем, кто, собственно говоря, вам голоса отдал. Попробуйте чуть меньше зарабатывать, там, получать, да, не хочу даже, говорить, зарабатывать. Попробуйте найти денежки на то, чтобы там туалет починить, блин, басти, гостиницу какую-то там дешевую построить, больничку. И во многих регионах получается этого нет, и напряжение возникает из-за этого, из-за того, что даже не, мы не говорим сейчас про федеральный уровень власти, мы говорим про региональный уровень власти, власти там оказывается оторвано от нужд, и извините меня за пафос чаяния людей. Да? Знаете, это упрек экспертов все-таки, наверное, не совсем справедлив. и хотя администрация президента России не нужна. Не экспертом, извините, тем, кто занимается подготовкой кадров, продвижением. Знаете, это как притч, где-то лет 35-36 назад мы работали на постройке здания напротив уникса, от военной кафедры нас снимали, и вот там был такой кран на рельсах. Целый день мы занимались тем, что взяли ребята в зеленых ватниках лопаточку песка, подбросили, нет много, уберем, нет мало, нет много, нет мало. В понедельник, это была пятница, в понедельник прораб пришел, что тут много, мало, не свалится этот кран, давай работать. Вот примерно таким образом это и было, что там эксперты или там допустим люди ответственные за кадры, они могут какие-то вещи выверять с тонкостью до комариного носа, а потом придет дядя из Роснефти и скажет, тут мне заводик нужен, один небольшой, давайте все ваши бумаги, нафиг, порешаем по-своему. И таким образом Сергей Алексеевич нас плавно подвел к следующему кейсу, кейсу Хабирова. Там как раз башкирская содовая компания пришла в один прекрасный момент, сказал, вот этот Шихан, вот эта гора Куштау, нам нужна там известняк, очень качественный, мы тут ключевые в России поставщики соды, давайте-ка мы начнем ее разрабатывать. И вдруг, вот опять вопрос, вдруг или не вдруг, возникли какие-то активисты, да, потом у них проявилось лицо, это движение Башкор, это движение, которое признано официально экстремистским, есть какие-то судебные решения, начались в Ишимбайском районе, где расположена гора Куштау, столкновение, вплоть до рукоприкладства, столкновение с кровью, ОМОН, глава администрации, там на него, в общем, посыпалось все, что можно, потому что он занял такую позицию не разговаривать, а отодвинуть и подавить. в результате приехал глава нашей соседней республики, да, Хабиров на эту гору, к этим протестующим, под дождем, телевидение все показало, разговаривал, занял тоже жесткую, довольную позицию, да, он очень жестко с ними разговаривал, судя по тем кадрам, которые транслировались, он даже с такой фразой произнес, вы бы своих сдали, ему сказали нет, он сказал, я тоже своих не сдал, и требовали отставки же глава администрации этого Ишимбайского района, и он ни на что не согласился, он ничего не гарантировал, он сказал, ну, это надо разбираться, это надо смотреть, его можно было понять, между прочим, потому что вот за этими протестами, за всеми ушла в сторону экономическая составляющая, а они 35 миллиардов за последние пять лет бюджет республики на дивидендах получил, тоже копнули, там выяснил, что они то вапшоры выбили, да, да, чудесным образом выяснил, все это дошло до Путина, кто-то Путину положил записку, да, это же не просто так Владимир Владимирович посмотрел программу время и сказал, ох, какие подлецы, да, да, и Хабиров естественно откатил назад, теперь подписано постановление о том, что это рекреационная зона, это памятник историка там культурного значения республиканских, разработка прекращена по поводу владельцев этих, как Сергей Васильевич правильно уточнил, которые умудрились там стать частными владельцами, у государства осталось 38% всего акций, один живет в Швейцарии, второй живет в Швейцарии, третий живет на Лазурном берегу во Франции, нормально, сода, сода не хуже, чем нефть, оказывается, может обеспечивать первостепенные потребности, уж не совсем большие, до Лазурного берега хватает, и Хабиров сдал назад, все это сделано, у меня вопрос к вам, коллеги, к правоведам, к политологам, вот он сейчас в какой результате, вот после вот движения такого сюда, да я такой крутой, и теперь нет, 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 все, и там цепочка еще неизвестна, куда потянется, генпрокуратура расследует, он в каком, с политической точки зрения, он в каком, в каком положении сейчас, вот он на месте, он силен, или, или, или вот, 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 и там произойдет смена, ну, я думаю, до смены так уж не дойдет, сразу сложно сказать, но то, что федеральный центр вмешался, и лично президент, и все это в прямом эфире, ну, в каком положении? Нет, в глазах, в глазах людей, которые живут в Башкирии, я прежде всего имею ввиду, не в глазах Путина. То есть, я хочу по-другому вопрос, вот, как люди воспринимают, вот, к вопросу о сакральности, не сакральности, вот, мы будем слушаться, подчиняться, или не будем? Вот он оказался в такой ситуации, он вынужден был, вот, совершить такой кульбит, да? Я думаю, там все успокоится, как раз. То есть, в данном случае, говорю, я не, в странной немножко для себя ситуации, там, чуть ли не адвокат, администрация президента, но, по крайней мере, в тактическом отношении, они поступили правильно. Шиес, Куштау, Хабаровск, плюс еще, скажем, Белоруссия, которая, конечно, соседнее, суверенное государство, но совсем рядом, ну, так сказать, еще немного, и, так сказать, цепочки, они могут сомкнуться, совсем на другом уровне, да, могут сомкнуться уже, так сказать, на, так сказать, общероссийском уровне, и поэтому отдельные очаги надо плавно гасить, вот, то есть, а что, а что до Сабирова, ну, что до Хабирова, ну, так сказать, в крайнем случае, конечно, говорю, им могут пожертвовать ради России, но я думаю, я с Виктором Вадимовичем согласен, что до этого, я думаю, еще далеко. С точки зрения, вот, его действия, его действия, конечно, вот, мне представляется, что любой, любой руководитель, который, так сказать, интересы населения своей, ну, республики, субъекты и так далее, не отстаивает, он в глазах населения всегда, да, вот мой вопрос об этом и был, я вот, я понял ваш вопрос, то есть, в данном случае, он представитель кого, представитель тех БСК, то есть, он с ними связан, то есть, в данном случае, он не столько чиновничество защищает, сколько является, извините за такой, может быть, я, бизнес-агентом, крышует, по факту этот сам, в строгом смысле, он потерял, конечно, очень много в глазах населения, понятно, что, если не заняв такую позицию, которую потом занял федеральный центр, не выступив на стороне, так сказать, своего населения, защиты вот этих вот ценностей, культурных и экологических, каких угодно ценностей, в угоду, так сказать, этим миллиардам, которые получает это БСК, но, конечно, вот с моей точки зрения, чисто, опять же, это политология, не юридическая оценка, но мне кажется, это ошибочная. Можно я добавлю, коротко, вот мне кажется, когда он вышел к людям, да, и вот попытка разговаривать, под дождем, вступление в диалог, он вел себя как политик, в данном случае, это потому что публичное мероприятие, выйти к людям, под камеру, сказать то, что давайте разбираться, давайте, значит, мы вот сейчас просто не решим, потому что есть интересы определенные, да, я защищаю там эти интересы, ваша там группа, условно говоря, эти, мы готовы к диалогу, вот он как политик, но в момент, когда федеральный центр так жестко вмешался, он уже менеджер, он уже не политик, он просто говорит, есть товарищ командир и идет выполнять то, что сейчас из центра будут какие сигналы. Ему трудновато будет дальше управлять. его заставил защищать интересы населения республики. Ему сказали, теперь ты делаешь раз, два, три, вот тебе методичка инструкция и еще кураторов пришли. Конечно, конечно, наверное, я, Сергей Алексеевич, наверное, прав, когда говорит, что там все утихнет, но я должен сказать, что буквально, по-моему, вот вчера или позавчера пришла новая информация, не знаю уж, Башкорто это инициирует или какая-то другая группа, да, активистов гражданских, теперь возникает вопрос о каком-то озере, там же в Башкирии, куда-то что-то кто-то там сливает, а там оказывается золото, там это тоже вот зона такая, то есть вот это вот, понимаете, вот это вот, мне тоже полюбилось ваше слово, вы постоянно говорите цепочка, цепочка, очередная цепочка, да, и там нет ощущения, что там помимо вот бизнес интересов, недооценки, да, вот значение того, что, в принципе, то, что произошло вот там на горе этой Куштау, это что, это не, это некое вот такое вот отражение рефлексии Хабаровска, это можно сказать народ просыпается? Да нет, зачем? Нет? Разные вещи. Экологические, экологические вопросы, они все более активно на поверхности, конечно. Шиес, Архангельская область, да, вот теперь здесь, Подмосковье. Друзья, 21 век на дворе, 21 век и идет определенная смена ценности, это очевидный процесс, описанный в политологии, там, Инглхартом, в частности, от ценности выживания, классовой политики, идет к ценностям самовыражения, если на Западе это зеленые партии появились в 70-е годы, 20 века, у нас это появляется сейчас. Вы имеете в виду экологического? Конечно, конечно, это совершенно естественный процесс человеческой эволюции, сознание ценностей, чем выше уровень жизни, тем больше человек идет вот в эти ценности, защиты меньшинства животных и прочее, прочее, прочее. Объективный процесс, там можно спорить по деталям, но мы видим, что это так и есть, все больше, больше, больше экологии заботит людей, и все меньше, меньше, ну как бы, с уходом проблемы, что у меня лежит в холодильнике, где мне жить, да, хотя эти проблемы у нас сегодня не решены, появляются проблемы вот такие вот. А вот многие, многие с этим удивляются, да что ж такое, вот как же, ну мы же можем сделать так, чтобы люди жили у нас еще, ну богаче как-то, вот были экономически самодостаточными. Что гласит теория политологическая по поводу того, а власти вообще это надо? чтобы граждане подвластных территорий были экономическим самодостаточным. Это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Да, конечно, попробуйте, да, пожалуйста, я жду ваших комментариев. Мне говорят, вот понятно, что да, экономические проблемы есть, у нас стагнация с ковидом, конечно, падение ВВВП и так далее, тому подобное, но все равно за счет научно-технического прогресса, вот моя точка зрения, за счет научно-технического прогресса жизнь людей так или иначе улучшается. И так или иначе, потребность удовлетворяется. Маркс там был где-то в манифесте коммунистической партии прав, что развить средства. Но, как Волон сказал, внезапно смертен. То есть логика какая, да, улучшается, но разрыв-то увеличивается. То есть идея-то социальной справедливости, она наоборот, еще дальше отодвигается в этой связи. Это да. И эта идея социальности проводилась на примере той же БСК. Извините, когда речь идет о миллиардах, а люди при этом теряют еще и экологию. То есть, понимаете, спусковой крючок ясен, а содержание-то оно гораздо глубже. Евгений Батальевич, ну экология-то все равно это спусковой крючок, понимаете. То, что имеется в виду вот эту цепочку-то, так скажем, сцепляет в конце концов, ну а в основе-то совсем другое лежит. Мне так представляется, что это вот более серьезная вещь. Но они когда выходили, они, наверное, еще не знают, что миллиарды из Башкирии-то уходили. Ну компаниям компания, понятно. Трудно сказать. Это, конечно, добавляет углерпичку. Что они знали? А вдруг их проинструктировали из ЦРУ? Ну, вопрос о Трампе. Я надеюсь, все, кто нас смотрит, понимаете, что я иногда позволяю себе пошутить, может быть, не совсем удачно. Семен-то великодушно. Сергей Алексеевич, что это? Демократические государства, пусть даже, так сказать, государства, пусть это даже демократии с какими-то прилагательными, то есть недостаточными. Суверенные, например, да? Вот. Они, так сказать, как учил Сурков. Сами определяют свое правительство. Что такое демократия? Это такой режим, при котором партии проигрывают выборы, при котором власть сменяется. А что такое военная демократия? Вот. Военная демократия это фикция, выдуманная Энгельсом и его товарищем Максом. А сословная демократия? Вот. Сословная демократия. Это этап, это этап на пути к индустриальному обществу уже. Ну вот. Там, где, так сказать, все-таки демократия, где сами граждане определяют, кто будет ими править, кто будет ими судить и рядить, почему-то вот эти государства в большинстве своем богатеют. Есть, конечно, такие богатые государства, авторитарные, но это в основном они на ресурсной экономике, это нефтегосударство и так далее. А там, где... Петрогосударство. Да, ну это саудовцы, это объединенные Арабские Эмираты, это исключение скорее. Катару он достукался уже на октябрь, у них на зарплаты нет в бюджете денег. Вот. Но, как правило, так сказать, все-таки демократии, они, так сказать, пусть даже там нет ресурсов, как в Японии, и пусть даже это не совсем типичная демократия, они живут достаточно богато. Ну, а если, так сказать, правительство не зависит от граждан, или оно только делает вид, что зависит от граждан, то такая имитационная демократия, тогда ему нет необходимости, так сказать, заботиться об их благосостоянии, и так подкинет что-нибудь к выборам. Вы считаете, что у нас сейчас, ну, у нас, я имею в виду, Россию, в меньшей, может быть, степени, в большей степени страны, Западная Европа, США, вы считаете, что имеет место быть, как принято выражаться, да, демократия прямого действия? Демократии прямого действия нигде нет, это, собственно говоря, анархистское изобретение. Так что у нас? Представительная демократия. Представительная. Представительная, социальная и так далее. Со словом ее нельзя назвать. Причем Россию я бы не стал сюда включать. Почему? Россию я бы не стал сюда включать. Ну, потому что то, что написано в Конституции, это не всегда соответствует действительности. Евгений Батырьевич с вами поспорит. Нет, Конституция это в определенном смысле идеал, да, давайте уж так, то, чему мы должны соответствовать, из последних сил. А сил иногда не хватает, да, для того, чтобы соответствовать. Иногда, так сказать, демократия, может быть, в силу разных причин, в силу разных причин приводит к хаосу, и тогда, так сказать, появляется человек с железными кулаками или с железными сапогами, который говорит, я знаю, как надо, я вас поведу, если не к светлому будущему, то, так сказать, к спокойному и сытому будущему, и вполне демократическим путем его избирают, и, ну, собственно говоря, такого человека в древнегреческих полисах называли тираном. Вот, но, хотя тиран, понятно, что слово с отрицательными коннотациями, но надо понимать, откуда это появлялось. Это порождение хаоса, вот, это порождение хаоса, когда граждане готовы на все, что угодно, лишь бы, вернуть порядок, да, лишь бы вернуть порядок, и подобная ситуация устанавливается где-то примерно, может устанавливаться где-то примерно на поколение, пока, так сказать, те, кто помнит этот хаос, боится наступления этого хаоса и готовы этого тирана поддерживать, голосовать как-то или еще и как-то иначе. Ну, как у нас говорили многие поколения, я имею в виду, в Советском Союзе после 45-го года, лишь бы не было войны, лишь бы не было войны, совершенно верно. Хорошо, обратный пример, Евгений Патриевич, есть что-то дополнить по этому поводу? У меня к политологам даже больше вопрос, вообще, мне представляется, что все-таки демократия, демократия, это не просто представительная демократия в данном случае, я об этом в виде говорю, то есть это возможность, как мы говорим, канализации оппозиции, то есть возможность высказывания, возможность, так сказать, учета интересов вот этих вот всех, то есть там, где это не учитывается, там, где это не берется в расчет, рано или поздно возникают вот те события, о которых мы и говорим, включая то же самое Белоруссию. Сейчас мы как раз о ней Да, мы, я думаю, что мы сейчас вернемся к этому, к этой теме, но вот сама логика подсказывает, что суть-то демократии именно не в том, что тирания власти большинства, понимаете? А учет меньшинств. Да, самая главная суть демократии, это все-таки мне представляется учет именно форм, методов, возможности проявления меньшинств. И если меня вот в свое время, в свое время, будучи студентом, поразило, я не знал, что оказывается коммунистическая партия Соединенных Штатов, где она разрешена, в которых штатах, она финансируется из государственного бюджета. Я был потрясен. А то, что у нас КПРФ финансируется из госбюджета, вас уже не потрясает? Но это, извините, это был третий курс, это были года, когда, извините, что такое компартия, США, которая запрещена, я знал. Почему они платят? Да, и вдруг я узнал, что они платят, и для меня это было потрясение. Я вообще не понимал тогда, что же происходит такое. Да. И все равно они получали деньги от ЦК КПСС. Ну, ласковые теляки. Я, видимо, не совсем ясно выразился. Говоря о тирании, я говорил о том, как демократия перерастает вне демократию, в тиранию. А что касается оппозиции, да, если демократия это строй, где, так сказать, партии проигрывают выборы, они должны иметь, так сказать, какую альтернативу кому проиграть. Вот. То есть, в принципе-то я делал, так сказать, говоря о тиранах, я делал подводку, конечно, к Белоруссии. Да, 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 уже не первый раз эксперты меня в этой студии выручают. Я только думаю, как бы сейчас перейти к следующей теме, а тут раз тебе и мостик уже готов. Но прежде чем перейти, я позволю себе одно неполиткорректное высказывание, пусть меня простят, а может быть и не простят. Да, вот сейчас был приведен этот афоризм или постулат, что демократия это не власть большинства, а не тирания большинства, а это учет интересов меньшинств. К вопросу о неполиткорректности. Так вот, я хочу сказать, что иногда меньшинства, после того, как их интересы начинают учитывать все больше и больше, начинают настолько наглеть. Вот я даже не хочу выбирать здесь дипломатического какого-то до определения, что уже начинаешь думать. Может, не надо так-то уж сильно учитывать их интерес, потому что люди теряют границы. Я не хочу сейчас никуда пальцем показывать, ни на западное полушарие, ни на восточное. Перейдем к Белоруссии. Здесь, в каком-то смысле, обратная ситуация. Да, вот мы до этого пробрасывали, вам понравился мой вопрос насчет того, интересно ли власти вообще, чтобы были экономически самодостаточны граждане. Он мне тоже нравится, я им часто задаюсь. Кстати сказать, окончательного ответа не знаю, не имею. Потому что, ну и здесь прозвучали тоже разные аргументы. Так вот, о Белоруссии. Ведь Белоруссия, ну, по крайней мере, в нашем восприятии, в российском восприятии, это все это время это был такой островок СССР, причем идиллический такой островок. Вы говорили, там и высокообразованные люди, и просто люди, которых иногда называют обывателями. Говорили, а ты посмотрите, там у батьки-то, ведь у него, ой, в Минск приедешь, там все чисто, там вылезано, там все работают, комбайны, белазы, картошка, больше того, лобстеров стали выращивать в Россию. Ну, понятно, да? А сыр-то какой-то пошел. Сыр-то какой-то пошел, да, да. И вот все это длилось два с лишним десятилетия, ну, четверть века, если так уж округлиться. Прошли выборы, 80 процентов. Ну, коллеги, ну, давайте честно, ну, что такое 80 процентов? Мы что, в России 80 процентов никогда не видели, что ли? Ну, мы и 90 видели, и 95 видели. Никто по этому поводу не взбутатенился. Ну, ладно, ну, 80. И вдруг, пф, вдруг это все пока белорусы, казалось бы, сытые, обутые, одетые. Единственный бандит это само государство, которое естественным образом использует право принуждения, да, в том числе и лишение жизни. Других нет, как сам Лукашенко сказал, мы их за полгода всех убрали с улицы, там, подчистили. В свое время Сталин ведь тоже так сказал, там, кому-то из своих приближенных, ну, какие бандиты? Нас что, не хватает? Нас, власти, чтобы здесь. Ну, вот. И вдруг, вот это вот все, что-то выплеснулось. Что произошло? Люди, продолжая вашу мысль, Сергей Алексеевич, почувствовали то, что мы не видим, может быть, какие-то внутренние напряжения, какую-то хаотизацию процесса или исчерпанность вот этой модели. Или, я не знаю, или это, как сейчас сам Лукашенко неоднократно уже заявлял в происке, там, польских панов, там, литовских, каких-то хуторян, и так далее, естественно, дальше мы идем за океан, пугалы, жупелы известны. Как, что скажете, Сергей Алексеевич? Нет, когда я говорил вот о том, как тирания рождается из неполной, несовершенной демократии, я имел в виду, как раз, случай Лукашенко, когда, вот, в 93-м, 94-м годах, все еще переворотилось, и еще ничего не уложилось, вот, пришел такой человек, который, так сказать, сказал, я стабилизирую ситуацию. Он пришел на волне социального популизма, он сказал, его программа целиком была построена на этом, я вам каждому дам, у тебя будет своя тяпка, своя мотыга, у тебя будет свой, ты так, побыстренько, как учил Владимир Владимирович, упоминая фраза Осийского, каждый должен мотыжить свою, 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 нет, тут, как раз, вот, это советское поколение за него проголосовало, оно проголосовало в 99-м, я не помню, там, в 2004-м, по-моему, следующие выборы, в 2010-м, я могу, я могу ошибиться, но, кстати сказать, при том, что за него каждый раз, так сказать, вот это советское поколение голосовало, каждый раз новые выборы, даже, по-моему, начиная с 99-го года, сопровождались протестами, в 2010-м году очень мощные были протесты, в 2010-м году, то есть, подавили за три дня, это, так сказать, ну, каждая следующая волна, по мере того, как это вот, еще то, советское поколение уходило, оно было выше предыдущей, а почему, кстати сказать, ну, потому что Белоруссия, это не Монголия, кстати, Монголия, это тоже такая нормальная, сменяемая демократия, оказывается, стала, Белоруссия не Северная Корея, там до Вильнюса ближе гораздо, чем до Москвы, я не знаю, я не знаю, до Варшавы, по-моему, тоже были, да, все очень близко, белорусы имеют возможность сравнивать, так сказать, ну, может быть, в Польше, там, в Литве, ну, такая необразцовая демократия, но, тем не менее, так сказать, они имеют возможность сравнивать, что там, что здесь, они ездят туда на заработки, у значительной доли населения, я сейчас не скажу, помнил цифру, но забыл, есть шенгенские паспорта, больше 40%, больше 40% населения, то есть, половина, это называется, вообще говоря, такой, относительной депривацией, то есть, относительно депривировал их Лукашенко, а как, он же, казалось бы, там это все сохранил, дело в том, что есть абсолютная депривация, это когда, извините, я у кого-то что-то, допустим, отнял, но я не собираюсь ни у кого отнимать, допустим, не у Евгения Батырича, вот, когда что-то отнял, и забрал себе, а есть относительная депривация, когда я рассчитываю что-то получить, но государство или работодатель мне показывает, извините, вот что, вот, я ничего не потерял, но я очень огорчен, это упущенная выгода, да, Сергей Теревчевич, а не кажется ли вам, что вот здесь как раз мы видим, вот тот самый крах социалистической идеи, вот тот самый, как раз в чистом виде, что вот эта патерналистская идея государства, которая в данном случае все отбирает и потом раздает, она себя исчерпала. Вот, когда у человека... Сергей Теревчевич, извините великодошно, что перебил, чтобы зафиксировать этот момент, межбюджетные отношения в Российской Федерации вам не напоминают ту же самую систему, когда центр сначала... 100%. Я почему и говорю, что вот эта идея, это идея, что каждый регион должен заплатить какую-то определенную долю, все остальное, что заработает регион, должно оставаться здесь. Вот, я не знаю, но мой научный руководитель, мой коллега, Борис Михайлович Лазарев, известный административист, когда мне объяснял суть краха, так сказать, всей нашей системы, он говорит, просто-напросто, это конец года, декабрь, хозрасчет, предприятие зарабатывает огромные деньги, все, ему надо тратить эти деньги на амортизационные, на прочее, прочее и так далее, на перевооружение и так далее, у него забирают все в бюджет, и у него пропадает стимул. Зачем ему? У него все это, как он мне объяснил, не дали салом обрасти, не дали вот встать на ноги этим салом. И вот, вы знаете, мне кажется, здесь вот вся эта модель, она так и работает, даже в более широком смысле, что в конце концов, в конце концов, вот это видимое благополучие, оно не в этом состоит, здесь вы правы, каждый должен уметь зарабатывать сам, и у него должны быть огромные перспективы зарабатывать. Если мы не создадим подобного рода модель, а будем все время только вот так патерналистки, так сказать, закрывать вот эти вот дыры и всякого рода, так сказать, социальными такими вот, извините, ну извините за, не хочу, как-то мягче надо сказать, так сказать, но программами, то это не путь, это неправильный путь, с моей точки зрения. Вот смотрите, если в этом контексте рассматривать ситуацию, то Беларусь, это прямой, наглядный, непосредственный урок для нас, да, мы еще пока, у нас еще есть время сделать выводы, соответствующие. но при этом мы должны понимать, что если мы откажемся от вот этого вот патерналистского, централизованного метода распределения ресурсов материальных и финансовых, то это будет означать, что так называемый федеральный центр потеряет часть власти. Да? Совершенно верно. Совершенно верно. И единственное, что может его заставить пойти на это, это печальный конец Лукашенко, если он случится. Но что-то мне подсказывает, что он не случится, что его поддержат, вытянут. Вчера вот уже было массировано интервью четырех уважаемых коллег, человек со свойственной упрямотой сказал, да что-то да, я подзасиделся, конечно, в президентском кресле, и тут же добавил, ну меня не будет, все рухнет, а вслед за мной и вы рухнете. Ну на Руси рухнет и вы рухнете. То есть, без Лукашенко все равно никуда. Он и признал, что он подзасиделся, но и тоже сказал, да вот, а так и буду сидеть. И пока, судя по всему, мы приходим к тому, что будет сидеть. Заканчивая, у нас истекает время в эфире, да, последнее, буквально очень коротко я попрошу вас всех, уважаемые коллеги. В ситуации с Александром Григорьевичем, по Хабирову мы сказали, что ему тяжело уже будет теперь, да, добиваться управляемости после вот этих вот потрясений, кульбитов. А в ситуации с Александром Григорьевичем Лукашенко, несмотря на нашу поддержку, я имею в виду российскую поддержку Путина, в том числе и вариант силовой поддержки, он, все, власть утекает, он десакрализирован, как вот верховный, нет? Мне кажется, да, потому что, если даже продлиться эта модель, ну, это, ну, все, так сказать, ну, это очередной тупик. Да, Сергей Сергеевич, ну, это, так сказать, да, я, в общем, согласен с Евгением Патеричем, вот, но продлить его существование можно, подобно тому, как продлили искусственное существование чехословацкого социализма в 68-м году. Ну, не обязательно танками, но дело в том, что можно как-то попытаться внешними подпорками эту систему удержать, и на долю Лукашенко хватит, ну, 20 лет это немало, вы хотите сказать, что он еще 20 лет будет во власти? но, вы меня пугаете, не знаю, на счет 20 лет, я беру по аналогии с Чехословакией, 68-й, 89-й, бархатная революция, вот, ну, ну, вот, так сказать, на какое-то время, даже на, так сказать, довольно продолжительный срок, я думаю, можно ситуацию заморозить, но потом все рухнет, и чем дольше это поддерживать, тем сильнее все рухнет, ну, и почему его поддерживают, потому что, да, боятся, боятся реализации принципа домино, соглашусь с коллегами, и от себя добавлю, что есть у нас институт мирной революции, называется выборы, их не просто так придумали, и спусковой крючок это были, мы начали с несправедливости, несправедливый выбор, поэтому люди вышли, окей, мы разговариваем 9 сентября, 13 сентября, у нас выборы, какие прогнозы, я имею в виду Татарстан, ну, Татарстан так динамично развивается, и так, так сказать, столько достижений, что здесь прогноз только один, но мы ведь выбираем президента, и по-моему, в каких-то еще муниципальные выборы есть, нет, еще выборы и в Госдуму будут у нас, один округ, а там есть округ, Олег Морозов, Олег Морозов там и так далее, так что, Морозов по Нижнекамску, по-моему, да, Нижнекамский округ, ну, главное, понятно, что, да, ключевые-то выборы у меня тоже, не то, что особых, вообще никаких сомнений нет, может быть, у вас, Олег Алексеевич, есть сомнений? Нет, поэтому гораздо интереснее выборы, допустим, в Казанскую городскую думу, а также в Осиновском местном самоуправлении, где до сих пор, где до сих пор, вот сейчас вот так колеблется стрелка, потому что все, всю оппозицию там попытались снять через суд, но они сами очень неосторожно подставились с сайтом, но я думаю, они не виноваты, ну, не знаю, так сказать, там и цена вопроса была 23 тысячи рублей. Каким образом, да, и каким образом Верховный суд Татарстана, так сказать, решит, но если, так сказать, снять одну оппозицию, если снять другую оппозицию и так далее, это, так сказать, просто запечатает все каналы выражения протеста с непредсказуемым результатом. Ну да, по МСЗ мы, конечно, купировали в целом ситуацию, но рисковато, да, по-моему, 13 человек или 11 человек там. А до этого сняли 8 коммунистов. Сразу, да, да. Ваш прогноз, Виктор Владимирович? Мне кажется, что проценты здесь не интересны. Да нет, конечно, я и не требую, не прошу. Проценты это не интересно, интересно вообще была сама динамика, и мне интересно будущее в плане выборов в Госдуму, которые будут совсем скоро уже, да, через год. И вот эта компания, мне кажется, она интересна новыми лицами, новыми персонажами, новыми технологиями. Они есть? Вот интересно, кто из, например, кандидатов в президенты республики Татарстан дальше продал свою карьеру, например. Будут ли они в Госдуму потом выдвигаться? В каком статусе, с какой партией, как это будет? Вот мне как политологу, мне кажется, Вы хотите сказать, что это вам уже как политологу интересно, или там, как вы предчувствуете какую-то интригу, какую-то борьбу? Большой интриги нет, но интрига на Госдуму всегда есть, потому что вот по округам, может, одномандатных нет, а вот в качестве вот этих пропорций, кто знает, могут быть сюрпризы. Понятно, да? Интересно, кто будет, если уж говорить о президентских выборах, кто будет вторым. Потому что сейчас, на мой взгляд, что будет первым, мы знаем. На мой взгляд, достаточно мощно, так сказать, поднялся Альмир Михеев, который позиционирует себя, как одновременно бизнесмен и социал-демократ, не знаю, так сказать, насколько, так сказать, он известен широким массам. С узнаваемостью как раз хорошо. С узнаваемостью хорошо. Определенный шанс подняться есть. Это интересно. Я тоже насчет второго места как бы задумывался, но мне больше интересно посмотреть, что будет на Госдуме. Ну, посмотрим. Спасибо большое, коллеги, я считаю, что очень содержательное было обсуждение. Как принято говорить, всестороннее или почти всестороннее. Всего не охватишь, конечно, хотя и стремиться надо. Посмотрим. 13-е, вот оно, через три дня. Мне остается поблагодарить вас и напомнить тем, кто нас смотрит, что мы обсуждали на политических кейсах последнего времени здесь, в дискуссионном клубе телевидения Казанского федерального университета с экспертами Сергеем Алексеевичем Сергеевым, Евгением Батырчим Султановым и Виктором Владимировичем Сидоровым. Я не буду еще раз называть их звания, должности. Уверяю, тех, кто не сначала смотрит, считают очень серьезные политологи и правоведы. Спасибо еще раз. Спасибо всем, кто нас смотрел. Продолжайте это делать. До новых встреч. А это вам на дорожку песенка. Немножко спасибо персональному Сергею Алексеевичу. Можно подать вашу руку? Он ее прислал. А там был один вариант. Что за митинг живо в власти кто-то спрашивает что-то Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова